Всем привет! Продолжаем мультиплеер в Мастер оф Орион. Если вы не смотрели первую серию, то переходите по ссылке в правом верхнем углу. Начинайте, конечно, с первой серии, а не со второй, не дай бог, не с третьей. Ну а всем остальным приятного просмотра. Кроме того, куратор, вам следует взглянуть на это... Ну что там, Серёга, денег не появилось? Нет, можно уже. Сколько там результата было? Сейчас глянем. Короче, у меня 160. Послал. Готово. Так, сейхи мы походу можем меняться. Мне вот интересно, нам 500 кладов хватит, чтобы сыграть парк? Хватит. Так, если два умножить на... О! О! Даже без меня! А вот у тебя, Леш, система Абакас и вот этот Абакас-3, вот то, что он токсичный биом, как это сказывается вообще на планете? Все клетки с едой заблочены. Вообще все? Да. То есть я не могу туда жителя поставить. Ну, я так полагаю, это будут распространяться и на радиоактивные, да, наверное? Не знаю, не помню точнее. У меня в одной системе аж целых две планеты радиоактивные. Посмотрим. Не понимаю я эти графики. Слушай, зеленый Сакра, а почему у тебя вот внезапно график в какой-то момент вниз ушел? Ты флот потерял где-то? Нет, ни одного корабля еще не потерял. Ну, внезапно армия у тебя в один момент вниз ушла. Может, это настолько круто у вас вверх все ушло? Да вряд ли так. Графики так не строятся. Заду тебя колонии я смотрю уже. Сколько? Шесть штук, да? Шесть штук, да? Только только одни. Продолжение следует... Так, ну тут вроде нормальная планетка. У меня самая крутая планета — это болотистая. Ну это вообще для этих... для ящерок считается, что самая классная. И ты можешь, по-моему, болотистые, преобразовывать в тропические. А потом вагон. То есть это у тебя сразу, по-моему, должна быть такая опция. А всем остальным ее надо открывать. Продолжение следует... 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 Какая-то эхолокация была, эту планету не следует... Эхолокация какая-то была, я от ней подплыл, но мне сказали, иди подплыви к ней. Не вижу эту планету. Так... Поддержка населения завершена. Так... Вырастим немного... Похоропробование... Похоропробование... Субтитры сделал DimaTorzok Там парой эти летят Мы с Тамарой летаем парой Так, центр клонирования на четверть быстрее будет расти Окей Что, они обратно полетели? Куда они делись-то? Непонятно Ладно, постоим тут Посторожим Я понял, почему я по армии упал Я этих двух разведчиков удалил Что, такие сильные разведчики были? Ну, видать, да Может, они разведчики были? Мы так Ноздря в ноздрю с Алкари Движемся Да вот тут я говорю Вот, блин, это все, по-моему, отлукаво Нифига оно правильно не показывает Ну, или показывает, но я не понимаю Вот в чем проблема, видите Это плохо Ладно, отправлю туда Эсминец Восемь ходов лететь Обалдеть Восемь ходов лета Так, у меня еще есть В моих системах Раз Два Три Планеты колонизировать И тут еще Три Да и вот эта система Ничего такая, кстати У нас Ящерка чисто по Центральным системам Расселяется И расстеляется, я вам скажу Неплохо Так Девять на себя Нужен ли мне тут центр клонирования Вот в чем вопрос Мне вот тут вообще фиг знает Куда сидится даже сейчас Я лучше космический лифт построить Он говорит, фиг знает, куда селиться ему Коммунальные условия плохие Слушай Алкари, че ты летаешь Своими этими Ты хочешь, чтобы я убил твоего скаута Или чего? Я сейчас-то развернуться все равно не могу А че ты сюда полетел? Ты что, не знаешь, что тут или что? Ну вот я Блин, я просто домой возвращаюсь Это типа самый краткий курс Я вот полностью по кругу всю галактику полетел Странное объяснение Летит ко мне В систему моей столичной планеты И говорит Самый краткий Вот ты сейчас прилетишь К моему кораблю Я уничтожу твой скаут Могу развернуться и обратно улететь Ты не можешь Ты не можешь развернуться Сейчас проверим фаст клик Да не, если серьезно Без злого умысла Просто по кругу видно Так, мне вот просто интересно Уничтожат пираты вот эту мою фигню или нет? Или просто полетят Планету И от него-то только вот получается Твои Причем тут это? Мы же уже обменялись картами Уже все видят все эти планеты И куда лететь Зачем лететь через столичную планету? Я не понимаю Это как-то Такая Такой способ Подразнить меня или что? Не Ну шо-шо-шо Тем более, что я могу там увидеть такое? Ну ты ничего не можешь видеть В том-то и дело Добрый день В эфире GNN Галактическая служба новостей Отмечается Всплеск благотворя... Отлично Бабла мне кучу дали Внезапно А, вот твои тарелочки Летающие уже ждут Меня ждут Да Бедного Христофора Колумба Ждут уже Прям инквизицию День рождения Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ну так блин, на танках-то поднялась контора, дай боже, каждому... Сколько у них там, 400 миллионов зарегистрированных аккаунтов или больше... За прошлый год прибыль Wargaming 590 миллионов, а вот глава Wargaming, этот Виктор Кислый, он по данным Форбса стал долларовым миллиардером... Чтоб нам всем так жилось... Ну для этого работать надо и мозги не иметь... Ты знаешь, не просто так... Смотрел интервью и там они рассказывали, там просто типа чуваки сидели, по скайпу что-то связались, прикинули наработки... Давай попробуем, давай-давай... Короче, и вот по нолю... Ты вот так рассказываешь, народ будет слушать это все... Типа просто связались по скайпу, что-то попробовали... Я думаю, для этого нужны и ресурсы... Для этого просто нужна работоспособность... Ты должен... Ты должен несколько лет работать, действительно... Пахать... А еще уметь это... Ну это я не знаю... Ты говоришь просто, как будто каждый игрок сможет играть... Вот я и не смогу, значит я самый последний игрок... Ну смотри, у меня знакомая одна... Работала в конторе по производству игр для... Этих... Ну вот делают вот эти вот типа полупраузерные... Короче, чуваки... Сняли какой-то подвал... Купили туда пять машин... Сели сами втроем, там на дошираках жили... Короче, еще там двух наняли там за копейки, за какие-то... А и писали игру... Написали они там какой-то типа полу-Тетрис... Там какие-то камушки... Ну выстраиваешь определенно последовательность... Они там убирают... В итоге... Их игра выпулила... И у них доход 30 миллионов рублей в месяц... ЧИСТЫЙ ДОХОД Вот... Ах... Вообще там такая жизнь просто... Вот не рассказывай... У меня во всем этом только расстраивает то, что... Собственно... Из-за этого перестают... Создавать нормальные игры... В которых можно вот сесть и играть... А... Создают фри-ту-плей... Которые требуют... Постоянного что-то доната... Как говорится... Вот этого все... Просто тот, кто играл в Skyforge... Я скажу, что я играл в нее не бесплатно... Я не знаю, что такое Skyforge... Я не знаю, что такое Skyforge... Я не знаю, что такое Skyforge... Skyforge это... Игра от Noirune... Она... Вышла она буквально... Более полтора назад... И в свое время... Она в нашем мире... Потому что игра в целом... Она хорошая... Но они ее донатом так угубили... Нет... В общем, суть игры... Игра самоклассная... Реально классная... Много классов... Много действий... Ну, рейды, конечно, не очень... Но PvP может быть прикольно... Леша, я тебе там скинул кое-что... А потом... Просто вот... Всякие там... Добрый день... В эфире GNN... Галактическая служба новостей... Не знаю... Или что-то там еще... Поучаствую в акции... Там... Пли бабла... Получи плюшку... Ну, вот такое вот... Это из одной... Думаю, вообще... Из одной технологии... Не, ну просто... Они создали хорошую игру... Многие... Подтвердили... Сказать, что да... Действительно есть... Это реально была хорошая игра... Просто... Я еще... Старался в топах быть... С топами играл... И там... Понятно дело, что... Кошлечка... Чуть-чуть накидываешь... Я все равно... Больше двадцатки... По-моему... Не вышло... Ребята были... Которые побольше... Ваш отряд спускается для изучения... Угу... Население... Это прикольно... Так... Тут все... Тут ящерки... Тут алкари... Чтобы жители не бастовали... Надо увеличить мораль... Правильно? Да... Да... Соблачай... Держите... Подай в минус лучше... Подолбивай... М Sund's не characteristics... Что os, у вас sagt werdен... Шип Otto... По-моему... 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 Ну почему жеilik... кэппитон... Материн... Офа... Экиппитон... Экиппитон... Здесьtwo шём... По-моему... Памк... В seinen трофитан... Продолжение следует... 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 так простим растим население в к обогащение почвы денежки с алкари закончились скоро уже максимум населения будет смогу пересадить всех фермеров тут защите постоим что у нас с мощью примерно все равное торговые договора 39 золота приняла просто допустим я встретил коричневую звезду а в этой сфере ну в этой как солнце системе не существует планет но есть допустим обрабатываемая территория если ее обработаю то она в другом городу присоединиться или как от ее не сможешь просто обработать вот и все это мертвая клетка не почему ты из пояса астероидов можно потом планету сделать когда откроешь теху или из газового гиганта тоже планету можно сделать так пошли техи ух ни фига себе сделал у него мощи 1856 что кораблик сделал у него 1900 мощи сразу на первое место все население максимум значит я построил короче этот экология выросла на 15 процентов загрязнение перед чищусь так просто есть один вот спрут у него 942 мощи я его хочу убрать потому что рядом с ним вроде бы должна быть хорошая комната надо нам пару корабликов тоже под настроить там суммарно у меня будет две с половиной тысячи мощи я думаю заберу ну в общем все тут главное это как можно больше планет заселять тогда и победа будет за вами сейчас пишет до полторы это так мало ну ты ж не можешь сразу всю вселенную охватить что ты не открыл ты не открыл эти как двигатели там потом вообще можно звездные врата строить и тупо между планетами перелетать сразу но это порядочно так уже за середину игры это я понимаю что у тебя там за корабль-то такой построенная крейсер наверно он построил да крейсер 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 я **резды вверху тесторон у меня на территории спрут я хочу убрать колонию построить О как Захват выпал Мне бы еще генам Наверно колонизировать Смотрите, везде ж написано Нормальная гравитация Ну Единственное, что вот вулканические фигня полная То есть вот надо сначала генам 2 Ну что, биться будем на звездах смерти? Да, наверное Не, ну звездах смерти как-то далеко Я в принципе не против Если кто-то на меня хочет нападать Давайте Я тут чисто в развитии Играюсь Походу все этим занимаются Зеленый, а что я пройти не могу Куратор Новое исследование требует вашего внимания Ну понятно, что у меня стоит талантпост Это тебе надо открыть грани Шпионажа тут просто нету еще в игре Поэтому нет смысла его убрать Так Надо открыть грани Вселенный корпус, броня, боевые капсулы Так Так А где у нас двигатели? Может это пока открыть? А тут что? Десантный корабль Это мне пока не надо Десантный корабль Десантный корабль на следующий ход нажал так так загрязнение колонии опять ну давайте наверное 4 хода 48 нет давайте пока почистим трижды 824 хотя 95 должно даже без меня наши ученые сумели совершить новое открытие этот сюда летит давайте подождем дождемся прилета все тут у нас максимум динозаврики сайлоны у вас будет война за систему динам да там такая шикарная планета вулканическая возможно там этот может родиться как его ну и звездного пути этот чувак ого да спокс планеты вулкан кстати такая киновселенная ну и вообще в принципе туда как был звездный путь не ни одной путевый кредит не планет четыре хода все-таки летит летит так обогащение почвы построена теперь быстрее у меня тут будут не знаю 11 населения стоит ли обогащение тут строить ну как бы тоже неплохо 2 больше будет меньше точнее надо будет держать тут фермеров с другой стороны до сделаем очередь гидропонная ферма 7 ходов все равно три хода тут четыре ванна пока так не зала пираты сами напали прикольно даже без меня наши ученые сумели завершить но сначала улучшить куратор так ликвидации загрязнения давайте немножко поликвидируем загрязнение так сначала достроим базу потом полетим с пиратами общаться опять я последний по по силе зато по населению вроде колонии вообще тут заселяют только в путь тут производство судя всему не перекидывается на дальше поэтому вот так представление на чем можно потерять ну то есть конкретно теряешь производство так что если где-то один ход остается лучше а ведь и тут 2 нет тогда оставим тут я уже перекинул тут 4 2 будет чистим планетки так тут хватит ну слушай ящерица ну блин мои пираты которые ко мне летели я шел эту планету чистить тут ты прилетел что за хрень снизу моя столица сверху моя колония и что ты с этими пиратами воевал вообще конечно их уже третий раз учишь нет конкретно которых я чистил вот эти к летели ко мне поэтому я летел эту их базу бомбить ну просто они появились вот я не заметил так бы они даже к тебе в не прилетели думали мою зубы с ними воевал тогда я еще понятно а так вы сказали назад куда мне тут этот из министерик тусит ну эти пираты летали ко мне вот которые тут и рождались не знаю почему у тебя там эсминец тусит скажет сказать тебе почему у тебя там эсминец тусит твой ты не в курсе что делают твои корабли даже без меня наше так все налоги освободил эту страну понял так передовой центр данных я отойду на секундочку давайте-ка два крейсера построим так вот еще крейсер тоже максимум на 7 усиление уместим так сколько тут строится 3 хода еще на подождем просто хочу крейсер сначала проапгрейдить на военной базе это можно будет на военной базе сделать а потом уже лететь вот например фрегат сейчас я у нас просто не не нечего апать ясненько так два три надо просто сейчас производство микроменеджмента производства заниматься периодически крейсер один вход два хода все все остальное по одному вроде тут так крейсер готов почистим пока хотя что чистить давайте сразу колонизаторский кораблик ну что как я тут по мощи норм так оставим пока тут крейсер да да пускай биосферы три пять два 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 один вот видите оставим пока сказать да загрязнение я знаю но построим колонизаторский кораблик будем разбираться наконец-то аванпост закончен так отправим здесь астероидную лабораторию пока тут апнем эсминец и полетим с пиратами разбираться так грибные фермы население увеличилось давайте-ка пускай дальше увеличивается так что у нас тут еще один ход осталось налоговое управление о нет два хода так тут у нас что лунная лаборатория тоже два хода один один крейсер 24 так тут что нет тут оставляем как было микро микро менеджмент траляляляляля галактическая служба новостей чё расскажут число колонии 987 ясно загрязнение критического уровня нет мы колонизационный корабль сначала закончим даже без меня наши ученые сумели совершить новое открытие и делать это хорошо так давайте улучшение кораблями займемся кроме того куратор вам следует взглянуть на это терраформирование могу делать круто так так гидропонная ферма построена грибные фермы потом биосферы налоговое управление завершено вот могу терраформировать 8 9 ну да давайте займемся 16 ходов сейчас еще вырастет до 9 вообще норм будет так лунная лаборатория готова и крейсер очередной переходы видите 3 2 так пока оставим что все молчим обдумываем действия как кого-то наказать микроэкономикам да не пускай тут стоит крейсер сюда же отправим какие-то тихи выучены что у него все юниты военные в два раза мощнее моих печалька да 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 ну с наукой за 50 это понятно конечно уже за 60 за 60 за 60 за 60 наверное пульсионные всякие ракеты навешаны нет просто трупы врагов которые отпугивают всех от моих кораблей у меня такие отмороженные псилоны знаешь как этот слышишь на капоте машины да вот в техасе да да типа того ну не ну вот у меня с наукой вообще конечно все крайне печально а наука не должна быть веселой знаешь нет ну это понятно но не настолько же печально что должно быть наверное там бакос 5 хотя конечно кто его знает вот тут даже что-то растет потихоньку все равно 6 так пускай 5 после уничтожения базы 39 кредитов не фонтан 4 5 ну вроде нигде нету одного хода так маршаны и сакра предложить им торговый договор о у сакра нету денег да я торговый договор хотел тебе предложить а у тебя денег нет а вот может быть 13 ходов второформирования норм что это за флот у нас тут а чё за накопление флота у альтаира расскажи мне алкари я побаиваюсь просто соседей ну ты понимаешь вот такая демонстрация флота скорее тоже заставит соседей фигачить флот я просто смотрю на ваш флот и понимаю что у меня-то флота по факту получается нету ну вообще в графике ты на первом месте я не знаю я навожу на твой крейсер и на твой крейсер у тебя перевес почти в процентов 35-40 ну да но у тебя видимо их просто больше поэтому у тебя больше сакра я те если ты летишь в генам я тебе не дам там заселить планету думаешь да уверен вот и заварушка так видимо мне надо крейсеров поднастроить проблема в том что у меня уже нехватка очков командования хотя четыре штуки так это устроить надо на этой планете семьи четыре двадцать восемь ну должно хватить еще семье три даже нормально вы так половину галактики попилили и что-то из одной системы сейчас вот не вижу почему благородным домом из-за одной системы и не да елка там он на границе это тоже чё практически все пожрал чаще раз да вот размышляем у кого территории больше так в общем не нужны ваш праздничные базы ну в качестве территории согласен у тебя уж не такие плохие как системы тоже на самом деле 1490 будет нормально пока нормально у меня прорыв на вот так верните-ка давайте кому вот этот фрегат сюда отправим этот крейсер сюда и вот этот крыс сюда так сделаем куратор новое исследование требует вашего внимания лучше лучше так дальше отсеки или броню а тут что боевой локатор давайте супер сплавы максимальная численность населения завязочка уже видите у нас тут так тут 204 1232 вообще наверно проще тут смотреть мне как тут странно все мельготить видимо войнушка назревает я уже ход закончил но потом я и говорю но я не знаю что ты мне предложил может мне не понравится а блин слушай они у меня на автомате походили я их обратно заверну не убиваю а и и Чё-то у него флот посильнее, но у него три их, а у меня два. Ну вот три моих крейсера слабее, чем два твоих. Почему слабее? Мне написано, что у меня 3000, а у тебя 3640. А, может это странно тогда. Вот у меня тоже написано, что у меня 3000, а у тебя 3659. Отлично. А, знаешь, что может быть? Может эта база влияет, и у тебя база влияет. Это тоже, думаю. Военный аванкос, да, скорее всего. Ну. То есть... Хотя, с другой стороны, вот смотри, я вот когда выделяю просто твои два крейсера, да, получается, у меня написано, у них как бы боевая мощь 3010. Точно. А у меня написано, что у тебя 3023. Да, но это при условии, что у меня три крейсера. То есть, нормальный перевес так. Да, то есть, у меня на треть, считай, мощь больше. Ну, вот это, значит, все-таки в древе развитие неправильно делают. Но, скорее всего, надо вот эта термоядерная бомба, ионное расщепление, молекулярное сжазие. Круто. Самая нижняя ветка, она, в принципе, как и в циви была. Бомба с антиматерией. Ха-ха-ха-ха-ха. Боже мой, кто придумывал это название. Вот. Нитро... Так, что у нас тут за загрязнение? Ну, мы закончили. Точнее, я закончил тут строительство. Давайте мы тут почистим. Ну, а три крейсера моих что тебе показывает? О, я уже могу тебя разбомбить. Прикольно. Четыре с половиной тысячи. Да. Четыре пятьсот пятнадцать. Куратор, новое исследование требует вашего внимания. Вроде все печально как. Куратор... Так, биосферы. У тебя столько сейчас уже под теми, что данные у тебя получают? Да. Так, без сферы. Ну, у тебя столько сейчас уже под теми, что данные у тебя получают. Да. Да. эти половину только дает и производства половину это из-за того что высокая гравитация население увеличилось так все норм 05 11 0 идея у сакры самое такое нормальное положение пусть систем больше вот теоретически можно вырастить больше всего населения и как следствие получить больше всего производства науки там метро бла 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 но черт знает когда это до этого дойдет понимаешь сколько мне надо терраформирование и сделать чтобы это все исправить ну тем не менее перспектива она такая знаешь видите клетки как бы 2 но дает 3 потому что я открыл тех у которая к ученым дополнительно добавляет эти повышение интеллекта 05 куратор новое исследование требует вашего внимания так планетология тоже неплохая фигня но пока идем военным техом 805 многовато скачу лучшим фабрику получше летала наверное стоит сюда лететь сначала колонизировать только вот не пойму генам 5 лучше или генам 2 тут бесплодная зато ресурсы богатые а тут все среднее лучше генам 5 генам 5 гидроконная ферма закончена давайте еще биосферы вот тут уже загрязнение началось так 3 34 так что у нас тут график говорит ну вот мы с сакрой по населению примерно рядом хорошо если я немножко вот так сделаю где у меня бастовать начали так на альфа 2 бастуют на альфа 3 бастуют на сил химии и хамете пока у меня нету здания ну пускай ученые бастуют так здесь перекинем просто деньги нужны для апгрейда тут и так 2 будет так так пока все так колонизаторский корабль готов значит надо опять отрастить в колонию два хода чисто развитие у нас идет чисто развитие так значит этого мы туда отправили а этого все таки в абакосе наконец-то я тут разберусь ваш отряд спускается для его клево как раз ну все можно не расти значит уже опускай 54 пускай уменьшается я тут терраформирование нету еще так тут построена газового гиганта нету полетим сюда как колонизируем сразу начнем строить военную базу так у меня минус вот почему я минус перегон так не звездная база нужно где-нибудь ну хотя это из-за корабля поселенца на самом деле он требует один одно командное очко так да голод боже целых пятьдесят три хода умирать будут нормально меня устраивает так так новое исследование требует вашего вот и двигатель ну вот и двигатель ну 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 как Открыть деньги и открыть здание, которое счастье дает. Так, налоговое управление, еще плюс денежка, тут уже максимум населения, ну в принципе можем колонизационный корабль построить, потому что тут есть планетка для заселения, так что давайте наверное так и сделаем. Пять. Отлично. Дальше. Грибные фермы готовы. Блин, а Баскас потихоньку пытается вырасти, даже несмотря на огромную гравитацию, ну я не знаю как я пропустил, то есть если бы я знал, что это планета с большой гравитацией, я бы просто ее не колонизировал, я не очень понимаю, как это мимо меня прошло. Видите, нельзя не в своей системе строить военную базу, так что посидим подождем. Ну такая небольшая галактика у нас. Так, очередное улучшение, мне теперь денег не хватает, тебе надо макроэкономику видимо, хотя там еще, или сначала планетологию, так давайте глянем, что у нас тут. Ну вот надо вот так денег открыть, а потом планетологию открывать. 1983 надо на корабле, представляете, для апгрейда. О, уже плюс по командным очкам, видите, у меня плюс по деньгам стал. 505, а так 739, да, прямо скажем, дофига. Так, ну я думаю, что уже хватит тут очисткой заниматься, давайте попробуем на денюжке. Так, и даже вот так сделаем. Так, пошли бастовать. Ёлка, а нафига ты мне тут прислал своего рабочего? Так, он бежит ко мне. Просто он почему-то вот так вот побежал. Угу. 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 193 вход уже как-то веселее население увеличивается 7 9 8 5 так оставим в альфа 3 на смысл увеличивайтесь они бастовать будут правильно на производство сделать упор давайте глянем конструктор кораблей что у нас тут в эсминце так улучшили силу сколько теперь стоит апгрейд 505 давайте улучшим хотя нет подождем подокупим денег пока загрязнения пошли слушай алкари ну хрэ там армию строить как бы тебя тоже напрягает мне приходится тоже армию строить я ее вообще не строю ну как у тебя увеличивается сила армии ну я реально ни одного военного корабля мне в очереди нет может сейчас уже нету потому что ты построил я вот собственно говоря весь мой супер мегафлот стоит вот перед тобой и то ты меня разделываешь просто подчистую подчистую это четыре с корабля у тебя три и что ну блин ты знаешь что значит разделывает подчистую это когда сила больше они равна у тебя же она больше ну где она больше если она равна нет 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 давай вот так чтобы обоюдно быть спокойным или ящерок попили надо ящерок трогать я если честно крейсеров настроил только потому что когда я увидел какая у тебя мощь юнитов нет страшно ну и ты по науке меня почти да я думаю что даже больше чем два раза наверное уже ты просто медленно колонизируешь планеты вот тут наука в основном идет от количества планет как это да только лёша видишь мне время как бы больше колонизировать нечего ну как ничего фико аякс смотри вот мне очень нравится твоя планета аякс она да не нету биоанаргетики но ее можно развить легко пара жителей туда притащи промку включи и построить здание на пачке она гигантская в не будет 18-20 жителей потом сделай исследование на плюс 2 науки и когда ты чуть раз развалишь до перекидываешь все будет чистят в город приносит лиц науки не этот она про газовый гигантом загрязнением боже мой сейчас я построю колониальный корабль и все будет норм даже без меня наши ученые сумели средства в городах ничего не растет не так ли не оттуда рабочих ну посмотрим мультик надо заселение планеты короче на самом деле только три планеты хорош одна столица и две завоевал дочь мне приходилось отбивать от кого отбивать в одну в каждой из этих городов городу труд городов на каждой этой планеты были охранники у меня тупой нас 18 жителями столица с 15 жителями и вот растет еще другая там тоже будет жители 18 и этого на твои эти плохие планеты я говорю у меня только три хорошие планеты из них я только одну имел самого начала 2 пришлось завоевывать смысл того чтобы расти города я строил войска формирование заканчивается круто тут у нас деньги тут у нас деньги сейчас нормально уже они растут они вдвое выросли для тебя растет так тут у нас тоже коллайдер частицы поставим терра формирование ничем апнем один крыси рок 5000 норм слушайте сейчас о сразу планетка лучше стало так центр клонирования 9 11 нужен ли у меня есть войска и она их тебе показывает так просто я их не вижу но почему просто вот я ожидаю доходы меня раз в экране появились твои войска давнив сих пор как это фигня бывает темпрос именно и именно твои вижу никого больше не знаю может потому что посольство у нас там какую-нибудь нет вот и мои видишь я как-то не обращаю внимание честно говоря если они выскакивают и двигать и слева здоровая фигня выскакивает три крейсера с мощью там четыре с половиной что ли что счет выскакивать просто я не очень понимаю вот это выскакивает вот я заканчиваю ход и сижу жду где-то ну пока вы играете раз у меня слева появляется как будто я сам выбрал твой твоего юнита хотя я не вижу где он находится я его выбрал и на него смотрю мне показывает сколько крейсеров тебя сколько у тебя мощи конечно что не показывает день находится нет такого у меня не было поэтому я спрашиваю почему именно ты почему я дорогих так не вижу только тебя ладно если бы это лидер по армии был бы но это не лидер по армии я не понимать или почему вот этот лидер по армии это вот он не знаю вот тут украшения что он считает не мощь флота а количество флота это две абсолютно разные величины в данных условиях это мне вот этим чтобы свежим можем обладать уже два раза больше там уже каждый крейсер и носят ракеты каждый крейсер может нести ракету соответственно чем больше крейсеров тем больше у тебя ракет сама крейсера может быть мощь слабенькая но ты же когда вступаешь в бой ты же видишь что у тебя допустим вступил в бой один крейсер и с ним еще пять ракет это кстати спорный довольно таки вопрос это я вообще просто сказал мне кажется на самом деле я откуда знаю тут вот насчет мощи флота как бы блин вообще не понять вот ладно если бы был хоть ну какая-то боевка тут боевки вообще никакой нету и как бы блин я даже не знаю как вообще подпускать можно о чем там но если я по ним да и и а и Продолжение следует... Да, неплохо, неплохо. Тут 109. Тут неизвестно. Куратор, новое исследование требует вашего внимания. Ну, это, видимо, в мультиплеере не очень будет работать. А вот здание, которое быстрее ассимиляцию проводит, нормально. Так, галактическую торговлю надо. Нет, тут еще до терраформирования далековато. Служба поддержки населения можно. Так, еще сколько мне надо? 739. Давайте-ка пока фрегат улучшим. 400. И сколько-то мне еще надо для эсминца. Ну, это, по-моему, все мои флоты. Раз, два, три. Да. Все. Почему у алкари столько очков, я не понимаю, честно говоря. Что он там такое делает? Так, два, два, минус семь. То есть через семь ходов уже дохнуть потихоньку начнут. Ладно. Тут 45 ходов. 10, 5, 0. Ну, вроде пока микроменеджментом все я сделал. Давайте глянем график по поводу планет. Угу. Я первый. У меня еще есть для колонизации тут две планеты. Тут три. Еще обработать надо астероиды будет. Так. Еще надо тут поддержку населения тоже построить. А не коллайдер пока. И альфа-4 увеличилась. Так, 0, 5, 0, 8, 3, 0, 3, 7. Ну, что тут у алкари? Он апгрейдит что-нибудь? Мне вот, собственно, осталось еще один за 739. Проапгрейдить. И эсминец проапгрейдить. Собственно, я следующим ходом могу уже снижать. Пожалуй. Поступление денег. Бомбами, блин. Планету бомбят. Правильно. Я их полностью поддерживаю. Ну вот. Так. Во-первых, снизим налоговую нагрузку. Во-вторых, проапгрейдим последний крейсер. Мне, чтобы один крейсер апгрейдить, нужно 823. Канегет местного разлива. Ну. Неудивительно. Так. Силки мы по максимуму. Так. А, напускай пока. 30% и 20%. Сейчас открою галактическую торговлю еще тут на денежки. Так. Отменяем тут все эти деньги. Давайте чиститься. Звездная база. Тут чистимся. А тут поддержка населения есть. Ох. Вот ее сначала. Другие, а вот это стоит, это вот на варпе, там локатор. Что дает-то? Или так. Поставил балды. Это где у меня на варпе стоит локатор? А вот где бареи у тебя система? Влево. Это не локаторы, это эти военные ванпосты. Оба, а что там не один доходяга, как это выглядит, а другой нормально. Не знаю, одинаковые абсолютно. Вот я смотрю со своей камерой абсолютно одинаковые. Так, ну все. Тут у нас, значит, все по максимуму. Что у нас? Да, я уже первый по мощи. Отлично. Так, три хода. Так, тут один. Готово. Так, торговый договор с расой Мршана истек. Нету у них денег. А, это у меня нету денег. Триста уже стоит. Даже без меня, наши ученые. Так, теперь мне надо здание, которое мораль повышает. Вот оно, оптроника. Или планетологию открыть. Пять ходов. Нет, давайте оптронику сначала. Или планетологию. Давайте планетологию. На этом пока все. Продолжение. Смотрите завтра или послезавтра. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.